Всем привет дорогие зрители, с вами мистер Шпилкис и мы продолжаем внедорожные приключения и работу в новом регионе Дон, Ростовская область в игре Сноураннер. В прошлой серии мы наконец-то отправились за новыми грузовиками Татрой Форс и Татрой Феникс. Для этого нам пришлось выполнить несколько поручений и доставить пару грузов, один из которых, к слову, был радиоактивным. Ремонтировал обе Татры модовский грузовик Мерседес Зетрос. В случае с Татрой Феникс пришлось тащить к ней еще и большой сервисный прицеп, так как запасок у Зетроса оказалось недостаточно. Но главное, Татры у нас в гараже и мы наконец-таки сможем на них поработать и посмотреть на достоинства и недостатки этих машин. Поехали! Друзья, в этой серии мы с вами начнем восстановление с завода Татра. Работа сегодня предстоит непростая, маршрут будет пролегать через две карты, а повезем мы достаточно крупногабаритный груз. Ну что ж, давайте принимать контракт и посмотрим, что нужно выполнить. В ожидании зимы. Еще одной проблемой является недостроенная теплотрасса. Если мы хотим, чтобы завод работал не только летом, ее надо достроить. Необходимые трубы должны были уже доставить на станцию Антоновка. И снова, друзья, интересный момент. Пока вы не приняли этот контракт, трубы не появятся на карте. Соответственно, вообще непонятно, где их брать, собственно. Я здесь катался, искал эти трубы. Ну, как бы я их не искал, конечно, я контракт читаю, да, написано, что появится на станции Антоновка. Сюда приехал, здесь ничего нет. Ничего не появилось, никаких зон загрузки не появилось. Как бы зона загрузки здесь у нас с вами имеется, да, вот она. Но здесь только цемент. В итоге, после того, как я только принял этот контракт, на земле появились две больших трубы. Ну что ж, открывает у нас сегодняшнюю доставку Татра Феникс. Посмотрим, испытаем, как бы в конце прошлой серии. На Дону мне как бы она не очень понравилась. Что-то были у него сложности с прохождением там этого участка такого, да, с ухабами и грязевыми. Мы немножко потестировали ее. Посмотрим, как она справится с доставкой на полуприцепе большой трубы. Грузить у нас будет Ворон. Очень кстати, он пришелся со своим манипулятором здесь. Ну что ж, давайте начнем с загрузки. Пересядем Ворона. Здесь еще и Зетрос. В общем, здесь компания подобралась неплохая. Вон там вдалеке стоит Татра Феникс. А, прошу прощения, Татра Форс. Еще пока немножко путаюсь в этих названиях. Еще обе, кстати, названия, обе Татры на Т и обе на Ф модель называется. Поэтому еще немножко путаешься. Ладно, хорошо. Давайте потихонечку начнем грузиться. Выдвигаем опоры. Вроде как ни за что там не должны зацепиться. Да, идеально, идеально я поставил этого Ворона. Ну и все. Режим крана. Поехали. Ну вот, все. Я думаю, что такой расклад по-любому должен устроить нашего водилу. Давайте сейчас восстановим стрелу. Чтоб все у нас по-правильному было. Пересядем и попробуем упаковаться. По идее, сейчас должно сработать. Да, хорошо. Видели, да? Сейчас как все стало. Не знаю, было ли так всегда. Либо это недавно появилась такая фича, что груз, который лежит прям совсем-совсем неправильно, упаковать нельзя. Раньше, помню, ты просто бросаешь куда-то там на платформу, нажимаешь упаковать, и неважно, хоть ты в стопочку заряди их, вдруг на дружку, да, они все равно распакуются четко по платформе. Но вот сейчас именно так. Еще немножко давайте полюбуемся, как у нас поворачивают все оси у Татры. Это, конечно, вообще... Я такой модификации ни разу не видел, хотя лично собирал грузовики на заводе Вольво. У нас были подруливающие оси, да? Как бы, ну, чтобы все оси. Такого не было. Еще один момент. Сейчас мы с вами, давайте, заглушим все-таки ворона. Все, и пересядем обратно. Ну что ж, маршрут, друзья, предстоит у нас непростой. А с учетом того, что мы поедем на Фениксе, достаточно сложный для Феникса, в частности. Наша задача свернуть с вами в одном местечке. Давайте сейчас накидаем себе маршрутик вот так вот. И свернем в четко установленном месте. А свернем мы с вами вот где? Вот здесь, да, вот сюда. Пойдем вот этой дорогой. Вот таким вот образом, вот здесь через переправу. Далее мы идем с вами, да, через вот эту лужу. Ох, тяжело придется Фениксу, я уже чувствую, тяжело придется. Пройдем вот этим полем. Полем, полем, свежий ветер пролетал. Ну и переходим с вами, да, на промзону. Но, друзья, на этом наше приключение не закончится, потому что по промзоне тоже нужно будет доставить эти трубы. Угу. Ну, естественно, конечно. Патруливающие оси, да, как бы немножко сыграли злую шутку, так скажем, потому что слишком бодро вошел в повороты и, соответственно, да, не рассчитал, зацепился прицепом. Так-то вроде бы, смотрите, достаточно бодренько тащит, да, полуприцеп Феникс. Но, друзья, это до первой грязи. Сюда я ехал, конечно, в натяжку, но я ехал пустой. Посмотрим, как у нас пойдет отсюда. Пенечки. И первая вот у нас проблема уже здесь будет сейчас. Будем потихонечку на брюшке ползти, скорее всего. Сразу врубаем пониженную, все блокировки. Ну, с лебедочкой там, я думаю, туда-сюда как-то мы с вами справимся. Как-то проедем, как-то пройдем. Камешки перешагнем. Я думаю, что все у нас должно быть хорошо. Главное мониторить немножко, да, траекторию движения, потому что полуприцеп реально очень большой. И в поворот на нем не вписаться, как здрасте. Вот мы уже где-то с вами зацепились, да? А, ну, конечно, мы зацепились вот этой опорой чудесной, да? Это классика жанра. Эти вот опоры, они наброч просто наглухо цепляются даже за грязь. До сих пор я не могу к этому бреду привыкнуть в этой игре. Вот прям до сих пор, по сей день. Я не могу, я отказываюсь это понимать. Моя логика здесь напрочь отказывается понимать вот эту дурь. Я вообще, если честно, не очень понимаю, а где мы, где мы зацепились, где мы сели-то? За что конкретно? Ну да, вот в камень, да, вот в этот камень, вот он, вот этот камень, друзья. Мы зацепились опорой в этот камень. И мы не можем сдвинуться с места вообще никак. Конечно, полнейший идиотизм, если честно. Разработчики, вам надо на это обратить внимание. Камни двигаются. Вы, может быть, если этого не знали, то камни реально двигать. Их можно двигать. Их можно двигать ломом, лопатой, ногами при желании. Но вот из-за этой дури мы сейчас с вами потеряем тонну времени здесь. Ну вот все, хотя бы отцепились, да? Давайте попробуем вот так вот сейчас вытянуться вперед. Все, всего лишь, да, всего-то. Чудо-камешек, который сейчас просто, да, просто нам сорвет всю доставку. Чертов идиотский камень. Реально, друзья, я не знаю, как в этой игре может не гореть. Это самая, самая мирная игра на свете. Здесь нет тебе ни ПВП, ничего подобного. Но здесь есть дурь дурная, которая просто возжигает, воспламеняет все, что только можно воспламенить. Все, проехали, ура. Татра Форс в этом плане, конечно, как-то поинтереснее. Я вот пока ехал на той и на другой сюда, перегнал ее в итоге и ту, и другую. Как-то вот Татра Форс мне понравилась, ну, куда больше. Реально бодрее, гораздо бодрее. И в грязи как-то попроще. По-моему, там даже и колеса повыше вроде бы. И может быть даже подвеска немножко повыше. Ну, ладно. Сегодня я выбрал действительно, ну, так скажем, сложное испытание для Татры. Потому что полуприцеп, особенно вот этот полуприцеп, друзья, это в принципе сложное испытание для любого грузовика. Ну, кроме каких-то убер-проходимых, там, модовских каких-нибудь. Или наших топов из игры. У них-то все проще в этом плане. Но камешек, который невозможно сдвинуть с места, это, конечно, друзья, да, это уже финиш. Мы достигли дна, как говорится. А на дне лежат камни, вот так. Фениксу, конечно, будет больно. Больно тяжело в этой серии. Я не знаю по времени, какая получится серия, друзья, вообще не знаю. Наверное, длинная, потому что, да, судя по тому, как мы тут с вами цепляемся за все подряд. А там у нас, внимание, там у нас просто палочка лежит. Палочка в грязи, да, и, собственно, за саму грязь мы зацепили с вами вот этой опорой. И все. И вот стоило, да, стоило сдвинуть с места немного прицеп. Нет, снова-снова, да, видите, вот она опора. Даже видно, видно, где мы цепляемся. Вот в грязи опора. То есть мы цепляемся за жидкую грязь, друзья. Я не знаю, как это... Кому расскажи, смеяться буду. Другого выбора, к сожалению, не было. Потому что седла на эти татры ставятся только высокие. И получается, что, да, получается, что ты не можешь подцепить нормальный какой-нибудь прицеп. Может быть, без этих опор, которые там торчат и вечно за все цепляются. Ты просто не можешь другой прицеп зацепить. Вроде бы нам дали два новых грузовика, но в то же время как-то ограничили в правах, так скажем, да, немного. Немножко ограничили нам использование разных прицепов. Причем, действительно, вот обратите внимание, стоит только проскочить вот этими опорами, проблему, да, любую грязь, какую-то палочку, какой-то камешек. И тут же мы начинаем ехать. То есть как бы машина-то едет. Машина-то нормальная. Ну, в целом нормальная. В частности, конечно, низковата она. Хотелось бы чуточку повыше ее. А вот здесь, а вот здесь, а вот здесь где-то есть проблемы. Лучше нам на нее не наезжать. Вот смотрите, да, то есть даже при ее посадке... А, ну мы зацепились там за дерево, по-моему, нет? Нет, ну за что-то мы определенно зацепились, только непонятно за что. Ладно, сейчас будем вытягиваться. Даже при ее посадке она достаточно, достаточно бодро тянет этот прицеп, да? Если бы, конечно, не вот эти вот выпирающие опоры прицепа. Так, за что? За вот это можно? Можно. Я специально выбрал, так скажем, два одинаковых маршрута, потому что на форсе мы поедем ровно по этому же маршруту. Для того, чтобы сравнить эти грузовики между собой. На ком проще, кто у нас проходимее и так далее. Но даже сейчас... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А что такое, почему? Вроде я не зацепился. В смысле, ребяткой не цеплялся. Но вот даже сейчас понятно, что... Ну, грузовики, мягко говоря, такие. Очень, так скажем, узкоспециализированы. То есть, либо с платформой ездить, да? Либо с прицепами под большое седло. То есть, уже есть сложности, да? С прицепами под низкое седло уже не покататься. А там и прицеп это полегче. Там, возможно, было бы гораздо легче вот этому Фениксу. Именно в той... Именно с тем прицепом, точнее. Хотя 8 на 8, все дела, блокировки там, да. Все должно быть хорошо, а по факту вот как-то так. Хотя, с другой стороны, неизвестно, как тот же Азов, например, да? Который у нас 8 на 8 тоже. Вот как бы он себя повел в этом вопросе. А мы там немножко прислонились до днища. Ладно. Да, чувствую, у нас будут гигантские проблемы, друзья. Потому что нам же еще по одной карте ехать. Да-да. А там карта такая, что... Одно место точно там проблемное будет. Ну, давай, ты трескайся уже. Ну, черт бы тебя побрал. Деревяшка ты проклятая. Давай. Все, спасибо. Ну, все, как бы потеряли инерцию, да. И все, сейчас будем тянуться. Так, аккуратно, аккуратно. Нужно поднять горочку. Серьезно. Серьезно. Мы будем каждый божий раз за что-то цепляться, да? О, господи. Чудо-игра. Вот здесь вот аккуратно пройдем. Здесь проще по полю проехать, чем вертеться, крутиться. Но, как сказать, проще. Да. Проще было бы, если бы мы ехали. В нашей ситуации, по-моему, тут далеко не все так просто. Я, честно, я не понимаю. Честно, я не вижу ни единого касания. Вот за что я сейчас зацепился, простите? Ну, скорее всего, это коллизия столба, я думаю, да. Потому что, ну, у меня нет больше никакого другого объяснения, за что я мог зацепиться еще. Боже мой, ну, какая это дурь, друзья. Ну, просто уже нервы не выдерживают. Нервы не выдерживают этого бреда форменного. У какого черта я не могу просто в притирку со столбом проехать? М-м-м, да. Да, ребят, да. В итоге, вот, обратите внимание, да, еще одна огромная проблема этой игры. На бок нельзя стянуть прицеп, адекватно нельзя стянуть, то есть он обязательно будет заваливаться. При этом, если ты пытаешься перевернутую машину восстановить, то она будет ехать на боку, как по маслу. Она не будет переворачиваться. То есть у машины нет варианта зацепиться, да, как-то вот, и встать на колеса. Тем не менее, прицеп будет всеми силами до последнего упираться, и он не сможет, не сможет сдвинуться с места. Я думаю, что этот момент тоже достаточно четко прописан. А мы неужели присели с вами? А, ну да, мы, блин, мы опять зацепились этими опорами. Будьте они прокляты, честное слово. Так, ладно, давайте не будем лишнего здесь крутить, винтить. Берем-ка мы с вами Зетрос, который здесь у меня припаркован. И погнали-ка мы выручать братана. Зетрос, а что с тобой там? Че ты? Че тебя так шатает? И что самое интересное, по-другому эти трубы доставить, друзья, не получится. Они на четыре ячейки. У Татры платформу, по-моему, на две вроде бы, насколько я знаю, да? Соответственно, мы с вами ничего сделать не сможем. Вопрос, как мы потянем? Как мы с вами потянем? Давайте попробуем вот так вот для начала. Блин, кстати, галушка сейчас проблему нам может создать, да? Не, вроде двигается, смотри. Давай, Миринок, давай, вытаскивай брата своего. А вот сейчас может быть проблема. Нет, подвинется. Ну, как бы, если уже галушка сенная нас сможет заблочить, то это уже будет, друзья, честно, перебор. Можно будет смело отдохнуть от игры месяцок-другой, если прямо вот сейчас бы за галушку зацепились, и она бы перевернула прицеп. Ладно, запаркуем тебя здесь. Вроде выкрутились, да? Достаточно быстро. Долго не пришлось сидеть. Доехать нам там-то не слишком много остается, но там тоже будет пара таких вот мест, которые взорвут задницу, будь здоров. Хотя, не знаю, может быть, у меня только так, друзья, нервы шалят в этой игре. Может, основная масса игроков там, я не знаю, на расслабоне просто одной рукой играют, кайфуют, второй рукой попивают какой-нибудь коктейльчик там, я не знаю. Но у меня моментами дико бомбит просто от этой игры. Сильнее, чем в танках, наверное. В танках, сами знаете, кто играл. Там бомбит, наверное, круче, чем в любой какой-то игре. Ну, еще, может быть, в Dark Souls, да? Ну, в этой игре порой, друзья, просто взрывается жопа, простите за выражение. Все, давайте без аккордеона в этот раз, что-то как-то не до песен. Предлагают, значит, проехать по железке вот здесь. Вот здесь вот по железке. Вроде как говорят, что маршрут получше. Я не знаю, рисковать, не рисковать, а вот, знаете, как бы сам там не ездил, поэтому, наверное, я не буду рисковать сейчас. Поедем мы с вами стандартным маршрутом. Я думаю, что и на стандартном маршруте мы с вами натерпимся немало. Но просто вот я сейчас поеду, так скажем, незнакомым. И боюсь, что перевернусь, как бы. Естественно, претензий не будет никому, тому, кто посоветовал. Господи, ну как вот эта дурь бесит? Ну почему? Простите, почему нельзя просто проехать в притирку со столбом? Вот чем, простите, он цепляется? Какой частью? Какой-то натуральный форменный бред, если честно. Вот чем он цепляется, объясните. Объясните мне дураку. А, ну да, 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 точно. Я же забыл, я забыл. Почему тогда он сейчас не цепляется, когда мы уже проехали? То есть он, подождите секунду, он вот этой вот, вот этой выпирающей трубочкой цепляется или чем? Ну там явно же видно, что нет какого-то серьезного зацепа. То есть там даже касания нет. Так, ясно. Короче, по этой карте, друзья, на полуприцепах, особенно на больших, мы с вами больше ездить не будем. Будем, может быть, как-то организовывать две сцепки, либо что-то модовское брать, потому что, ну, это полнейшая дурь, что сейчас происходит. Еще раз в этом участвовать я не хочу. Нам сейчас еще вот здесь придется натерпеться немало, на самом деле. Но будем активно использовать лебедку, надеюсь, что проедем. Может быть, друзья, будем за две серии доставлять, посмотрим. Все зависит от того, сколько времени у нас уйдет на эту достатку. Если уложимся в полчаса, значит, тогда поедем на форсе еще. Если не уложимся, ну что ж, тогда будем на следующую серию переносить. Потому что сами видите испытание, это, конечно, то еще. По-хорошему можно взять шпалу, да? Все мы знаем, как решить эту проблему. Берется шпала. А, ну да, да-да-да. Так, тогда давайте как сделаем? Мы чем зацепились? А, ну мы зацепились опорами, все правильно. Ну, в смысле, как правильно? Неправильно, конечно. Но, по крайней мере, объяснимо. Просто хочется действительно поработать на этих новых Татарах. Понять, что это такое и вообще, зачем они нам, собственно, такие хорошие нужны. О, господи, да, друзья, вот у нас серьезные проблемы на самом деле. До чего-нибудь дотягиваемся впереди. Причем, смотрите, столб нельзя использовать, да? Хм, можно использовать это дерево, давайте попробуем. Вот этот полуприцеп, на самом деле, надо брать либо на очень высокие машины, либо, я даже не знаю, ну, скорее всего, либо не брать вовсе, да? Потому что на низких машинах это просто... Вот какая бы она ни была крутая и проходимая, но на низкой машине это боль. Просто полнейшая боль с этим прицепом кататься. Я помню, однажды мы тоже с вами где-то там в Висконсине еще что-то большое везли с этим прицепом по лесу. Во, я там помню, он оттерпелся, намучился. Он теми опорами цепляется за все подряд, совершенно. И никакой нет альтернативы в игре, понимаете? То есть нет другого такого большого прицепа, например. Ну, точнее, есть под другое седло. Но вот в случае с Татрой, например, использовать не получится. Нет возможности технической, так скажем. Ну и все, как бы. Очередной раз приезжаем, потому что у нас зацепились... А ну, секунду. Вот почему столб этот неактивный останется загадкой для нас, для всех. Ох ты! Вот на этот раз, друзья, мы сели здорово, потому что я вижу там, да, мы зацепились за вот эти вот... За эти корни безумные. Так, так. А тут мы, кстати, не вывозим, да? А, вот березка, хорошо. Ну давай, березка, помогай. Вытаскивай. Как бы понятно, что игра именно про это вот все. Но где, простите, логика? То есть ты цепляешься железкой за грязь и все. И не едешь. Ну здесь бы еще сейчас правильно в поворот войти, потому что, да, можем сейчас перевернуть трубу эту. Расчудесную. А, подожди, тут до переворота трубы еще надо дойти. Еще. До переворота можешь не дойти, потому что мы зацепились очередной раз этими опорами. А, мы в итоге стали в распор, да, с тем столбиком. А если мы по деревне сможем объехать? Там есть какая-нибудь объездная дорога? Ну, теоретически, да, сможем по кругу пройти. Просто уже вариантов на самом деле нет никаких. Как выйти из этого положения? Грузовик продолжает тянуть куда-то. Смотрите, просто вот что сейчас происходит. Ой, какая это дурь, честное слово. Давайте хоть сюда. О, конечно. И получается так, что прицепы, большинство техники Совершенно не приспособлены к вот этим условиям бездорожья То есть именно не приспособлены по своим вот этим вот коллизиям, так скажем То есть они цепляются за все подряд Причем цепляются намертво и наглухо При этом начинает давать сбой физика Начинает куда-то волочь технику на сторону Совершенно непонятно, как это все работает Хотя бы убрали бы эти опоры, если они такие проблемные Но я думаю, что этот прицеп создавался именно с тем расчетом, да Чтобы наоборот эти опоры оставить А мы сейчас с вами скорее всего перевернем Всю эту историю, потому что чувствую, что мы тут не входим Я думаю, что это далеко не случайный момент с этими вот опорами у прицепа Скорее всего, это именно и создавалось для того, чтобы цепляться здесь за все подряд Так, листарчик, друг, пусти-ка Я тут, знаешь ли, намучился маленько Дай-ка я тебя куда-нибудь тут спрячу Ди к чайку попей А, смотрите-ка, флистарчик нам пригодится У нас тем временем бак опустел Пока мы тут с вами ее лозили Давайте попробуем заправить Что у нас у флистара? Ну, у флистара прилично Пойдет Так, заправить Вот еще проблема Смотрите-ка, бака может не хватить банально доехать Но проблема как раз-таки из-за того, что мы с вами очень много здесь крутим лишнего То есть с этим прицепом не вариант Ну, то есть, получается, татры мы с вами просто на вот этой сцепке не будем использовать С полуприцепами вообще То есть будем чисто пользовать их с платформами на две ячейки Потому что так хотя бы есть какой-то шанс еще где-то здесь проехать Но сейчас еще раз такое испытание проходить А нам предстоит много, наверное, таскать груза с соседней карты Потому что, скорее всего, разработчики здесь именно так все задумали Что у игрока, по сути, одна большая карта Просто разделенная загрузкой По которой ты катаешься И грузы причем появляются Смотрите, да, какие-то появляются сразу Есть, да, какие-то у нас появляются Так, черт возьми, это тут опасно Опасно вот так вот Давайте пройдем, а прицеп пустим понизу Ну, рядом с гаражом не страшно перевернуться, как бы Если что, мы вернем все дело, как было Воу, друзья, мы доехали полчаса Пол чертовых часа мы с вами сюда ехали Ну, как бы еще подождите, да, Шпилкис Ты куда там доехал-то? Сейчас ты доедешь Сейчас что-нибудь перевернется, завалится Сейчас опять ты где-нибудь зацепишься Так что давайте мы не будем пока торопиться с выводами Что мы куда-то там с вами доехали Еще пока никуда Почему именно с этого контракта я решил начать Я вам сейчас объясню Я уж точно до конца не помню, к чему там привело мое расследование Но помню, что мне нужно сделать так, чтобы мы здесь с вами Доступ к этой Татри заимели беспрепятственный Соответственно, мы с вами сперва выполним контракт О, вот это, друзья, все, это капкан И это мы с вами не преодолеем, потому что Здесь вот этот камешек, да, он неперепрыгиваемый И несдвигаемый Ладно, сейчас что-нибудь придумаем Так вот, возвращаясь к теме разговора Смысл в том, что вот нам мешает Да что ты будешь делать, ну что случилось там За что мы зацепились, боже мой, игра, ну хорош А, лебедка, все, прошу прощения Ха, мой косячок Я уже про нее и забыл Так вот, возвращаясь к теме разговора Нам нужно убрать здесь один завал Потом нам нужно починить мост Потом убрать завалы там на заводе Татра В общем, я хочу сделать в итоге Такой беспрепятственный проезд Потому что я чувствую, что, скорее всего, друзья Я хочу пользоваться здесь именно этими дорогами А не тем, что нам предлагают Ну вот, собственно, да Собственно, один беспрепятственный проезд я Уже сделал Татру мы с вами эту оставляем тут Далее смысл какой? То есть мы починили здесь один Трубопровод Потом починим мост Это поручение, будет, это не контракт Потом у нас здесь, смотрите, гора мусора Чтобы мы могли беспрепятственно, например, грузы какие-то вот отсюда таскать из порта Я не буду брезговать дорогами Не буду специально искать грязь Как бы, где будет получаться, мы будем грязь мерить Ну а где не будет, друзья, получаться Даже не то, чтобы не будет получаться Где в этом не будет какой-то целесообразности Мы с вами будем, естественно, да, пользоваться дорогами Потому что, например, если у нас будет починен этот мост То доставить груз сюда на завод из порта логичнее поехать здесь правильно, чем, допустим, ехать каким-то там низом через деревню, какими-то вот этими объездами. Это интересно определенно, но это будет очень сильно затягивать, а я чувствую, что у нас и без того здесь хватит с вами работенки. Ну что ж, второй разрыв нам нужно починить вот здесь, смотрите. Да, вот он. Доставить к первому разрыву. Мы одну трубу доставили, а ко второму... А, подождите, секунду. К первому две, почему трубы показывает. Почему две? Подождите, вот этого я не замечал. У нас же всего... А, да, смотрите, у нас сюда-то нужно две трубы доставить. Вот в чем прикол. Ладно, давайте пересаживаться в следующую машину и доставим вторую трубу. И тут, как говорится, меня осенило. Труп было три. Все, я вспомнил. Я просто очень-очень давно уже не записывал Сноураннер. Те серии, которые выходили на канале, они были записаны. Я уже, наверное, недели две, может быть, даже три Сноураннер не записывал, подготовил, но больше не заходил. Труп было три, друзья. Я доставлял на шпале. Я про нее не зря сказал, потому что это первое, что пришло в голову, на чем здесь комфортно можно доставить. Я на шпале доставил одну трубу. Для чего? Для того, чтобы мы с вами три раза не ехали по этому маршруту, потому что Татар у нас две. И как бы хотелось испытать именно вот эти две новые Татары. Все. Я вспомнил, почему у меня все выглядит именно так, потому что все-таки одну трубу я уже доставил. И нам сейчас нужно будет с вами доставить вторую. Так что давайте заезжать потихонечку на загрузку. И Татра Форс, как говорится, к нашим услугам. Давайте вот так вот сейчас поставим, чтобы на выезд потом встать, да. Хотя бы так. Блин, придется, наверное, за два раза. Ладно, неважно. По идее, должна упаковаться, насколько я понимаю. Сейчас посмотрим. Все, отлично. Ну что ж, Ваяка, давай вывози. Посмотрим, что ты умеешь. Но березка сейчас чувствует, да. Немножко нам тут подпортит выезд. Бедного ворона. Ворон завалил, смотри. Жесть. Вот это мощи, конечно. И мы с вами вот сюда ныряем. Едем ровно по тому же маршруту. Тестировать будем ровно в тех же условиях. Хотя, может быть, на форсе, да, маневренность пониже. И, может быть, это скажется более положительно на траектории движения этого прицепа. Мне кажется, что, наверное, да. Ну, посмотрим, как дело пойдет. Учтен опыт предыдущего товарища, да. И вот так вот аккуратненько... Нет, не получится аккуратненько. Маневренности не хватает немного. Ладно, сейчас объедем. Вообще не поворачивает. Смотри, то есть напрочь не поворачивает машина. Да, никак не получается так, чтобы не заходить на этот камень. Все идет к тому, что на него мы обязаны заехать. Потому что, ну, видимо, здесь так задумано разработчиками, что его нереально объехать. При этом, при этом, обратите внимание, да. Я не знаю, зацепились мы в этот раз за этот камень или нет. Но форс, конечно, не в пример фениксу. И даже пока я сюда ехал, я это ощутил в полной мере. Форс тащит. Форс могет. При этом, да, повыше, но не так, чтобы прям гораздо, да. Все-таки достаточно низковато. И вот сейчас любая грязь, я думаю, что мы этими опорами зацепимся рано или поздно. А мы где с вами едем? Что-то я не туда, походу... Да, немножко не туда поехал. Нет, наверное, у нас не получится этой дорогой проехать. Там же мост разрушен. Либо потом по берегу как-то возвращаться. Но я не горю желанием. Поэтому давайте-ка мы с вами назад. Назад и поедем у нас нужный поворот. Все-таки тестить будем именно на том же маршруте. Можно было бы попробовать проехать, да, но нет. Здесь вообще неприметная дорога. То есть основная дорога, она прям вот дорога. А съезд вот этот вот сюда, его вообще сложно приметить, потому что он, смотрите, он даже и не дорогу не напоминает. Потому что тут сразу какие-то камни начинаются, и ты думаешь, там, лес, все что угодно, но точно не дорога. Хотя дорога здесь вполне себе нормальная. При этом поставил на него вот такой манипулятор, чтобы он пустым не казался, но манипулятор действительно царский. Можно было бы, кстати, да, можно же было им загрузиться. Загрузить Татру именно этим манипулятором. Ну ладно, Ворон там справился. Поплатился в итоге, да? Татра по-хамски его перевернула и поехала дальше. При этом, обратите внимание, да, давайте-ка повышенную дадим. Вот это индикатор очень хороший. Если тачка прет на повышенной, по проблемным местам, то, значит, машина хорошая. Ладно, ладно, здесь, здесь, да, тут как бы сам бок сноураннера велел зацепиться. Вот вопрос, как бы нам тогда вот сюда дотянемся, да? Хорошо. Чувствуете разницу, да? Согласитесь. Подожди, я думал, лебедка сцепилась. Нет. Все нормально. Так, дергнулся прицеп, как будто бы я лебедку забыл отцепить, хотя вроде за прицеп я не цеплял. Разница, конечно, чувствуется, да. Смотрите, просто перетягивает мощь, несмотря вообще ни на опоры, ни на что. То есть получается, что Феникс еще и как бы не слишком мощный грузовик. На его фоне Форс кажется просто каким-то читом, я не знаю, ходячим практически. Потому что мы ни разу еще не зацепились как-то серьезно вот этими опорами. И я думаю, что доедем мы, наверное, даже побыстрее. Хотя ехать нам в другое место. Более проблемное. Там по берегу придется прокатиться какое-то время. Да, явно видно, что опоры прям четко видно, что цепляемся ими. Ну как цепляемся, мы просто прислонились к земле. А, да? Вот так вот? Ну, окей. А что у нас есть чуть повыше? Хорошо. Терпимо. Конечно, не хватает у нее маневренности. Вот раз и все. И ты уже не входишь в поворот. Нужно будет сейчас лебедкой выравниваться. Но при этом я согласен поменять маневренность на мощь и проходимость. И это неравнозначный обмен. Ну как бы мы получаем гораздо больше. Теряя маневренность, мы получаем куда больше, чем вот, допустим, взять Феникс. Да, маневренный грузовик, а толку никакого совершенно. И разница просто колоссальная. Вот сейчас можете сами видеть, насколько у нас действительно разница здесь. Нужно вот только немножко сдернуться, да, и все. И он поехал. В ситуации с Фениксом там тянулись мы с вами, видели все, да, вообще тяжело было очень. Ах ты, ешь, дерево проклятое. Выросло прям из кабины. А ну повышенную. Я на Фениксе, кстати, ни разу не перешел на повышенную. Потому что, ну, там просто нереально это было. Не было таких условий, чтобы перейти. А интересно бы потом сравнить их между собой. Хотя бы по параметрам. Какие у нас у Форс? Сейчас посмотрим. Форс у нас С плюс, С и С минус. Ну, главное, что С плюс. Это самый главный параметр. А вот это я зря, да, инерцию потерял. И, соответственно, да. Что у нас есть? А, да? Подожди, а может быть... Да, вот я сам себя сейчас посадил сюда, на самом деле. А мы нигде ни за что не можем зацепиться совсем. Ну, это странно, что вот здесь нигде не можем. Давайте немножко сейчас дадим назад и просто попробуем заскочить. Хотя бы по инерции. Если получится. Ну, давай, давай. Ну, почему? Подожди, ну, лебедка же не зацеплена, да? Да. Да, смотрите, в раскачку все-таки можно. Ну, как в раскачку? Это, конечно, такая имитация раскачки. Но, тем не менее, можно. А ну-ка сейчас проверим вот здесь. Сядет ли? Зацепится ли? Правда, на повышен идем. Давайте лучше, да, лучше тягу. Нет, наверное, не пройдем. Такая глубокая здесь лужа получается, да, и никак. Так, но мы и не будем, мы и не будем это пытаться делать. Давайте, да, снова взетроса. Еще немножко поработает у нас Мерс наш, модовский, пускай. Был ремонтником, сейчас будет спасателем. Как до этого мы тогда вытянулись так легко? Если здесь такая проблема огромная. Че-то странное, если честно. Ну, там вообще на глушняк сидим просто. Даже Зетрос не может вытянуть, да ладно. Вы представляете, насколько грязь держит вот за эти опоры? Я к этому бреду, наверное, никогда не смогу привыкнуть. А, немножко не хватило. Че-то лихо мы сели вообще. Это удивишься, просто удивишься. Как мы так умудрились здесь засесть? На ровном месте совершенно. Вот тебе и быстрее доехали на форсе, да? Зафорсил я события немножко. Совсем чуть-чуть. Попробуем сейчас давайте дернуть где-нибудь вот здесь. Прям за сам прицеп. Там просто какое-то титаническое сопротивление этой грязи. Просто титаническое. Оставим здесь подарок фермеру местному. Иди забирай, там мы расподарили тебе. Так, ну я надеюсь, что мы сможем. Да, сокращение по полю в итоге не сокращение вовсе. Либо нужно продумать здесь правильную траекторию проезда, либо просто перестать этим пользоваться. Я два прицепа здесь прогнал, вот эти, в ту сторону. Вообще без проблем, честно. Я что-то как-то уверовал в это поле слишком сильно. Оно оказывается вон какое. Так, ну что ж. В пол дело сделано. Потому что дальше, друзья, все будет немножко сложнее, чем было с Фениксом. В чем-то будет, конечно, проще, но в чем-то будет сложнее, потому что у нас маршрут изменится. И нам нужно будет доставлять немножко в другое место. Да, вот что касаемо траектории. Смотрите, как мы с вами входим. И прицеп идет за нами, то есть он тоже... Ну да. Нет, нет, я беру свои слова назад. Мы не трубочками цепляемся, мы с вами цепляемся, да. Мы просто цепляемся за столб, за его коллизию, плоской стороной прицепа. Я еще до этого думал, может быть, вот этими выпирающими трубочками цепляемся. Видимо, они нужны для дуг, скорее всего, для установки тента. Оказывается, нет, друзья. Мы цепляемся чем-то другим, какой-то плоской поверхностью. Но при этом, смотрите, да, действительно проходить повороты проще с таким вот вариантом управления, да. Когда две только передние оси подруливают. Гораздо проще проходить, чем вот на Фениксе. Феникс слишком поворотливый. И это играет реально против нас. Ну да, разница, конечно, налицо даже вот в прохождении этого участка. Здесь-то, конечно, мы зацепимся, это без вариантов, но... В целом, картина вырисовывается совершенно другая. Что делать с этой горкой чудесной? Куда мы на Фениксе так и не смогли адекватно заехать, пришлось объезжать через деревню. Там тоже что-то будет, наверное, сейчас. И на Форсе тоже. Но, вы знаете, вот я еду на Форсе и как-то вот вроде не горит. Вроде перегорело. Видимо, выгорело все, пока ехал на Фениксе. Но, блин, вот хорошо, что все-таки я на Фениксе поехал сперва. Потому что если бы поехал сперва на Форсе, то он... Я бы очень много бы вопросов задавал. Очень много. Так, смотрим. За что мы можем зацепиться. А, смотрите, там камешек, да? Почувствуйте, почувствуйте этот кайф. Мы просто опорой за камешек зацепились. Который лежит, просто лежит на земле сверху. Фантастическая вещь. Что-то мне казалось, что даже Феникс здесь как-то по-другому, что ли, проехал. Не знаю. Так, ну что ж, момент истины. Давайте пробовать заскакивать как-то. Ну, в целом получилось. Только не хватило мне, конечно, повернуть нормально. К сожалению. А назад мы уже с вами или сможем. Все же хочу направить грузовик именно туда, куда мне нужно. Вот сюда. Все, отлично, вообще. Просто на изи разделались с этим местом. Но еще пока рано праздновать победу. Друзья, не включаю виды салона, потому что реально не до него сейчас. Не до всех этих красивостей. Я даже как-то ракурсы, если и посматривал спереди, исключительно ради того, как проехать. Как проходит машина и так далее. Особо даже и наслаждаться не получается здесь поездкой, потому что явно у нас немножко про другое эта доставка сегодняшняя. Не про удовольствие. Это прям настоящий какой-то челлендж. И мы с вами поедем сейчас вот здесь. Только, наверное, предварительно все-таки маршрут себе какой-то накидаем. Давайте, да, это сделаем. Сюда едем, переходим по реке. И вот здесь, друзья, будет крайне неприятный маршрутик такой. Вот здесь, в частности, вот это место вообще. На шпале здесь проехал, а вот как мы проедем на Татре, пока непонятно. Потом нам нужно будет подняться вот здесь. И каким-то чудом сунуться вот сюда. Я думаю, что основные проблемы сейчас вот этого остатка маршрута будут именно в габаритах нашей техники. Потому что там местами будет узко. По-другому я не знаю, как там заехать. Ну, может быть, как-то через свалку объезжать там с какие-то там обходные пути. Но мне кажется, что нет. Поедем мы здесь. Но при этом форс, конечно, тащит. Классно. Его бы сравнить с топами игры. Труба там на месте? Блин. Что-то это. Слышу какие-то звуки посторонние. Думал, труба падает. Ну, вот здесь вот, друзья, да. Вот здесь сейчас нам надо как-то очень-очень так филигранно проехать, чтобы, не дай бог, не упал прицеп. А упасть он может. Не только прицеп может упасть. В принципе, и Татра может упасть на самом деле. Аккуратно, аккуратно едем. Тихо, 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 тихо. Черт возьми, все-таки упал. Все-таки упал. Блин. Ой, жесть какая. Да, все-таки не получилось у меня проехать так, как я хотел. Свалилось. Ну, ладно, мы рядом с гаражом. В принципе, мы кран пригоним. Давайте сейчас попробуем немножко выровнять всю эту систему. И сейчас я сюда пригоню кран. Мы все-таки добьем этот контракт. Любими средствами, любимыми силами мы его добьем. Ну что ж, все, глушимся, немножко отдохнем. Давайте еще посветлее сделаем. И я погнал за краном. Долго не выбирал. Первое, что на стоянке нашел, под кран взял. И давайте выручим нашего товарища на Татре. Вернем ему трубу обратно на полуприцеп. А это у нас с вами Зигз, друзья. Ну, как бы хороший выбор, естественно. Зигз всегда хороший выбор. Это король грязи, бездорожья. Медленный, но все же король. И вот как бы вопросик, как нам эту трубу с вами нормально погрузить. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Наверное, можно было бы здесь проехать как-то по дну. Точнее, не по дну, а вот здесь вот по берегу, да, пройти. Но, ладно, уже все. Уже все случилось, все произошло. Думать сейчас, гадать, как было бы лучше. Как проще уже мы с вами не будем. Я думаю, что трубу мы подтянем в любом случае, поэтому давайте выставим Зигза максимально ровно, насколько это возможно. Ну, вот так вот, наверное. Выдвинуть опоры. А, смотри-ка, мы еще не дотягиваемся. Нет, все же дотягиваемся. Давай. Зигз, братан, поднимай. Мы там на нос положили Зигзу немножко, да? Трубы. Ладно. Давайте попробуем упаковаться, если что, поправимся тогда. Невозможно упаковать, да? Правильно бы съехать вниз, на самом деле, да? Давайте так сделаем. Съехать вниз и попробовать снизу ее немножко подтолкнуть вперед. Прям совсем чуть-чуть. Нам там надо грамулька. Просто пихнуть ее слегка стрелой вперед. Ну, вот как-то так, я думаю. Получится интересно. А, вот я не знаю, хватит ли такого расклада. Давайте проверим. Да ты запарил, честное слово. Что за игра чудесная? Хорошо, такого расклада хватит, надеюсь. Ура! Аллилуйя! Все, поехали. Не будем даже Зигз оглушить. Пускай там стоит со своей стрелой. Показывает направление. Потому что чувствую, друзья, что это еще не все. Несмотря на то, что форс действительно мощный, проходимый и даже высокий. Мы почти с вами толком так не цеплялись. Ну, только в серьезных местах цеплялись, где, в принципе, зацепились бы, наверное, даже на любой технике. Несмотря на все это, друзья, маршрут нам предстоит еще непростой. При этом, смотрите, с какой легкостью, да, он вбрасывает этот прицеп, когда физика забывает про то, что здесь нужно цепляться за все подряд. Он его прям реально забрасывает вверх. Просто как будто бы он не весит ровным счетом ничего. Хотя, мне кажется, такой прицеп, наверное, ну, сколько? Ну, может быть, тонну будет весить. Не знаю, напишите в комментариях. Я не слишком в этом силен. Не слишком хорошо в этом разбираюсь. И вот сейчас наша задача вообще практически ювелирная. Нам нужно с вами вот сюда зайти. Как это сделать, я пока еще даже не знаю. Может быть, может быть, друзья, мы сейчас с вами протянем вперед немного. И будем сдавать назад, чтобы задать себе правильное направление потом движения. Нам нужно, да, согнуть прицеп туда, куда он не сгибается предательски. Но, да, нам нужно именно вот так вот его. Очень опасно, очень опасно. Кинулся здесь варианты. Можем потянуть, конечно, и перевернуть, да? Да, скорее всего, так оно и будет. Если прям вот потихонечку-потихонечку совсем. Так, а что если? А что если мы сейчас с вами попробуем как-то вот так вот? Да, мы зацепились там за землю. Но вроде бы что-то у нас с вами вырисовывается, в принципе, если потыркаться немножко. Оу, да ладно, серьезно. Честно говоря, вот сейчас я думал все, что мы роняем трубу. Скорее всего, переворачиваемся сами. Но что-то, смотрите, получилось. И что самое интересное, доставка на Форсе оказалась, на удивление, длиннее, по-моему, да? Вроде бы по времени. И даже, по-моему, с большими проблемами, вот по ощущениям. Хотя, сама поездка, ну, само передвижение на ней, выглядит куда более проще, чем на Фениксе. Так, окей, ладно. Давайте смотреть следующий зацеп где-нибудь. И вы знаете, вот сколько раз я зарекался не брать эти идиотские прицепы. И я понимаю, что просто в нашей ситуации сейчас, да, у нас не было другого выбора, у нас не было другого прицепа. Мы просто вот, ну, должны были именно с этим прицепом поехать. Но, друзья, больше я вот эту чушь брать не буду. Я не хочу играть по правилам. Ну, так скажем, я готов играть по правилам разработчиков, я не готов играть по идиотским правилам. С вот этими вот дебильными опорами, которые цепляются за грязь. Ну, я считаю, что это действительно очень идиотское решение, и нужно разработчикам обязательно что-то с этим сделать. Потому что это нелогично, ну, от слова совсем. Такого быть не может, такого быть не должно. Поэтому, скорее всего, нужно посмотреть, что там есть в модах у нас такого на этот счет. И пользоваться модовскими вариантами. Было бы прикольно, если бы мы туда проехать не смогли. Хотя... Хотя пока все идет именно к тому. Не доедем, сейчас порвем всю машину к чертям. Зацепись, зацепись, зацепись. Отлично, все. Управление грузом. Воу. Баланс профиля. А, черт возьми, баланс профиля. Я думал, столько денег дали мне за мои муки. Нет, я распродал все машины. Немножко убрался здесь по всем картам. Пробежался. Ну что ж, друзья. Это было действительно серьезное и очень сложное испытание. Что для Феникса, в принципе, что для Форса. Я думаю, да. Давайте, наверное, сделаем. Немножко солнышка добавим. Что-то надоел этот дождь. А здесь, как я понимаю, он будет поливать, наверное, все время. Воу. Тишина и покой. Выезжать отсюда я, конечно же, не буду. Даже сразу, наверное, удалю... Нет, удалю прицеп, говорю. Открепить, удалить. Все. Плевать, сколько бы он ни стоил. Не хочу отсюда его вывозить. Не хочу вообще этим заниматься. Ну что ж, мы с вами починили. Теперь давайте немножко поговорим о том, как мы будем дальше действовать. Как вообще я хотел. То есть, смотрите. У нас остается стальной Феникс. То есть, это... Точнее, как остается. Он у нас в самом конце будет. Но нам еще нужно будет выполнить несколько других контрактов. Причем не все у нас относятся к заводу Татра. То есть, какие-то будут... По-моему, вот отсюда какой-то контракт. Да, какой-то вот отсюда. Но не суть. Значит, смотрите. Медленно, но верно. Это у нас что? Крупногабаритный груз. Да, вот, собственно, как я рассчитывал. Я рассчитывал этот груз перевезти по мосту. То есть, в следующей серии, по-хорошему, друзья, нам нужно восстановить вот этот старый мост. Давайте посмотрим, что на него нужно. Металлические балки и цемент. То есть, в принципе, несложная работа. Может быть, мы с вами сделаем как? Может быть, мы выполним сперва старый мост. А потом, да, потом мы с вами отправимся на выполнение того контракта, который у нас где? Медленно, но верно. Вот этот, например. Потом у нас есть пробуждение Титана. Нам нужно доставить кирпичи, которые, опять же, здесь в порту. И насосную станцию. Насосная станция, это, конечно, жесть. Мы ее с вами когда-то видели, когда катались в разведке по вот этой карте. Вот она, насосная станция. Это та огромная штуковина, которую в итоге нужно тащить здесь. Я, честно, даже не представляю, по каким дорогам ее тащить. Но перед тем, как ее тащить, по-хорошему, нам бы нужно было бы расчистить, может быть, вот этот завал. Либо мы ее потащим низом. Вот здесь по болотам, по вот этим всем, как-то переправу, может быть, восстановим или не будем восстанавливать. Я даже не знаю, средняя бревна. Кстати, бревнышки было бы неплохо повозить. В общем, здесь такая у нас получается многоступенчатая игра будет. Что-то будет из поручений, что-то будет из контрактов. В итоге мы придем, так скажем, к общему знаменателю со временем. Ну и попутно будем как-то там смотреть вот эти контракты все. Но сейчас сосредоточимся немножко на восстановлении завода. По крайней мере, доведем до того, чтобы у нас вот здесь были выполнены, например, вот медленно, но верно и пробуждение Титана. И дальше мы с вами выполним вот эти два. В общем, вот такая вот предварительная информация, как у нас с вами будет все происходить дальше. Ну а на сегодня все, друзья. Неплохо покатались, довольно эмоционально очередной раз. Но я думаю, что ладно, со временем привыкнем и к этому региону. Мы также с вами начинали Амур такими же эмоциями, потом уже катались там просто как, не знаю, как будто бы там жили с вами 20 лет. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, в комментарии обязательно пишите советы, предложения и пожелания. Увидимся в следующей серии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok